рассмотрим сегодня закрытые системы это одна из самых первых посадок закрытой системы посмотрите сколько корней это не гнилые корни это новые росты из-за того что орхидея темная рост и новые они темные итак давайте посмотрим докуда же они дошли вот здесь кончается это сейчас очень опасно делать чтобы не сломать цветонос не так наш корешок практически дошел до керамзита и она зацвела зацвела в кучу бутонов продолжает свой рост цветонос нарастила она по-моему два листа за все время продолжает расти корни их стараюсь направлять внутрь системы единственный минус системы то что корни любят выпрыгивать из нее наружу ну если не получается их направить внутрь то не страшно если они будут расти наружу так это одна система самая крупная самая большая это следующая по возрасту закрытая система вот она цветет в два цветоноса одно ответвление от старого цветоноса и один свой цветонос она уже начинает отцветать орхидеи в закрытых системах я не поливаю месяцами вот эту орхидея не поливала где-то месяца три-четыре то есть изначально она была полита до корня до где-то сантиметра 2 а последнего корня то есть я при посадке замечаю на каком уровне остаются корни до туда доливается не доходя два сантиметра вода и более практически не доливается потому что корни начинают догонять воду вода уменьшается и при этом получается так что воды не нужно доливать доливается немного удобрений немного биостимуляторов раз где-то в месяц раз в два месяца вода вымывается то есть если еще в ни в коем случае если вдруг была допущена ошибка в переизбытке удобрения на закрытой систему надо не просто в половиной дозе использовать удобрения а в четверной дозе и намного намного реже чем в стандартных посадку этой орхидеи изначально было очень мало корней они доходили где-то досюда и вода приходилось наливать досюда у этой орхидеи просто бум вот из шейки изнутри это трудно заметить так как заросло все водоросли водоросли это неплохо это мох это флора то которое естественным для орхидей обратите внимание что здесь у меня все сухо прям сухо сухо здесь практически воды осталось вот столько хотя изначально она была где-то на этом уровне опять же я не поливала несколько месяцев и она совершенно сама по себе спокойный растет цветет и хорошеет далее по возрасту посадка наверное вот это идет леодора которая тоже дорастила корень уже до воды она опережает уменьшение воды здесь у нас идет цветонос здесь у нас нарастился новый лист с этой стороны а это обратная сторона от солнца много-много корней отвертлений от своих корней молодые росты новые корни идут от основания также по спа по шпажке мы проверяем по шпажке на данный момент она влажная по всей длине то есть но закрытых немного другая системы уже по шпажке определяется только на первое время это удобно очень определять по шпажке последствия уже на глаз можно определять по тургуру по состоянию по росту корней по виду следующее это азиат суга мэйли единственный по моему из завоза пришел без цветоноса и буквально через месяц нет наверное через две недели после посадки закрытую систему он выдает цветонос это домашнее цветение очень молодое растение корышков практически не видно вот здесь есть это свой старый это не раскукленный потому что она сейчас тратит силы на цветение новых корней не наблюдается опять же вода долита до сюда значит корни где-то были здесь новых листьев нет при этом хороший тургор и все с ней хорошо а цветет начнет расти то есть они либо цветут либо растут далее тоже посадки наверное месяца месяц наверное где-то корни раскуклились она цветла это было уценка лист один лист тут же 2 не дорастив это то есть она растит одновременно два листа это у нас кимоно вот даже кстати дата написано месяц лишним прошел корни 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 очень много корней то есть еще где-то месяца она зацветет закрытых системах цветут они намного быстрее пышнее 8 я наверное может быть потому что фанат почему я фанат потому что за орхидеями практически не нужно ухаживать один раз месяц полил залил один раз второй месяц залил уже с удобренькой когда уже наблюдается рост корней листьев и все и более ты орхидеи не трогаешь потому что после того как ты залил начинается закладка цветоноса цветонос заложился цветонос выходит и далее поливать совершенно не нужно а теперь приступим к посадке закрытую систему